От львовского мэра уходит подчинённое. Заявление написал зам городоначальника по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Уволился по согласованию сторон. Как сообщили в мэрии, Виктор Пушкарёв перенёс инсульт, и теперь ему нужна реабилитация. В отношении ещё одного подчинённого садового главы департамента ЖКХ Юрия Гольца идёт судебный процесс. Напомню, его обвиняют во взяточничестве и халатности в деле о трагедии в Грибовичах. Место под новую мусорную свалку во Львовской области ищут до сих пор. Как вариант, хотят обустроить её возле села Добряны. Но люди против. Их аргументы слушала Галина Якушко. Двухметровую баррикаду из шин соорудили жители Добрян на въезде в село. Так они защищают свою землю от строительства здесь мусорного полигона. Обустроить полигон в селе и свозить туда отходы из Львова предложили областные чиновники. Дескать, 100 гектаров земли всё равно простаивают. Тем более они загрязнены отходами после добычи известняка. Увидев нашу съёмочную группу, подходят местные жители. Расправляют плакаты, укрепляют баррикады и шин. Говорят, категорически против свалки. Это уже нереально. Смятя мы тут не дозволим. Потому что я вторая хата, в которой я живу, когда буду жила, когда смяте звалищик. Но новый полигон нужен. Причём срочно, настаивает Мар Львова. И строить его нужно в области. А значит договариваться с местными жителями. Забота и областных властей считается Давы. Это должна быть погоджена с населенными пунктами. То есть, место самостоятельно не может решать проблему за межами места. Это не наша компетенция. Мы за кошки места готовы сделать все работы, чтобы облаштовать новый полигон для места и для области. Это проблема и места, и области. Территория в Добрянах не единственная, которую областные чиновники хотели выделить для полигона. Предлагали обустроить его и в Явровском районе, на бывшем предприятии Сирка. Но селяне возмущаются и там. Они даже организовали круглосуточные дежурства. Губернатор уверяет, Давы даже не пытаются договориться с людьми. Те люди, которые представляют мэрию и которые ездят в Яворево, в Миколаево или куда-то другое, они занимают позицию с провокацией людей, чтобы не допустить строительства завода по переробке твердых побутовых отходов. На прошлой неделе представители спецкомиссии Горсовета в Добряне все-таки приезжали. Пообщались с людьми, рассказали о проекте нового полигона. И все. Ни проб грунта, ни замеров расстояния до ближайших домов не делали. Так что блокировать въезд в свое село люди намерены до тех пор, пока чиновники и областные, и городские не откажутся от идеи построить здесь завод по переработке отходов.